Добрый день, дорогие друзья! Буквально ежедневно Россию втягивают в какое-нибудь противостояние. То западным партнерам не нравится проект газопровода в Европу, то слишком большое влияние в Черноморском бассейне не нравится Соединенным Штатам Америки, то вакцина не та, то придумают еще что-нибудь. Ну это как, знаете, как в анекдоте или в детском мультике, что ты все время то не так сидишь, то не так стоишь, все время виноват. И вот среди многочисленных войн, в которые против нашей воли втягивают Россию, в скором времени может появиться еще одна, которая займет очень видное место. Это война валют и валют непростых цифровых. Сегодня об этом. Поехали! Уже несколько лет по всему миру подобно золотой лихорадке идет работа над созданием финансового инструмента, который имеет аббревиатуру CBDC – Central Bank Digital Currency – цифровая валюта Центрального банка, выпускаемый Центробанком цифровой эквивалент национальной валюты той или иной страны. Над созданием своей цифровой валюты работает уже более 70% центральных банков мира. Многие уже прошли стадию тестирования и готовятся всерьез использовать CBDC для расчетов как внутри страны, так и в межгосударственных операциях. И вот с этого момента вопрос превращается в геополитический. Кто будет формировать международные правила использования CBDC и регулировать глобальный рынок цифровых валют? До сих пор этим, как мы знаем, занимались США. США были главным регулятором валютно-финансовой системы с помощью долларовой гегемонии и самой системы, связанной с долларом, с помощью сети банков-корреспондентов. А теперь на роль нового финансового дирижера претендует Китай. Ну, вернее, как Китай. Смотрите, КНР ведет работу над цифровым юанем официальное название Digital Currency Electronic Payment или DCEP как минимум с 2014 года. 7 лет. Дольше всех и даже с определенным успехом. С прошлого года в группе китайских городов проходит пилотный эксперимент. Жители оплачивают цифровым юанем покупки в сфере общепита, торговли, образования и даже платят за такси. Одновременно DCEP пробно используется для крупных коммерческих сделок частных компаний. Судя по результатам, цифровой юань вполне может стать полноценной с заменой наличных денег для крупнейшего рынка мобильных платежей с более чем миллиардом пользователей. Правда, с важной особенностью. Чужие платежи будут невидимы для сторонних участников рынка. Но центральный банк сможет победить все. Это называется контролируемая анонимность. И это не только финансовый, но и политический контроль. С нынешнего года Китай активизировал усилия по интернационализации цифрового юаня. Идея эта состоит в том, чтобы создать международную площадку, на которой, по определенным правилам, можно будет свободно торговать цифровыми валютами центральных банков мира. Естественно, без перехода в доллар и без помощи преснопамятной системы SWIFT. Чтобы вовлечь в новую систему цифровых валют как можно больше участников, никого при этом не пугая, Китай готов сделать ставку на Сингапур. Вернее, на блокчейн-проект сингапурский Ubin. Проект Ubin предусматривает создание общей платформы обмена межбанковскими сообщениями по единому стандарту, позволяющему проводить любые двусторонние и многосторонние расчеты. И понятное дело, что необходимость в SWIFT полностью отпадает. Интерес к пилотному опробованию проекта Ubin в качестве потенциального мегарегулятора в CBDC проявило уже более двух десятков национальных банков. Это серьезное число. А также немалое количество финансовых компаний. Разумеется, США не могут просто так наблюдать за тем, как расползается, буквально уходит из-под ног, работавшая десятилетиями система финансового господства. И дело не только во влиянии на мир. В новую империю цифровых валют могут быть втянуты частные лица и компании США во все большем количестве. И информация об их операциях станет доступной мегарегулятору. А это вызов. Это вызов, на который отвечают войной. В США множатся публикации на тему неизбежной войны цифровых валют и расчетных платформ. Выглядит это как откровенная пропаганда. Хотя логичнее было бы, конечно, договориться на международном уровне без жертв и разрушений. Ну, демократия же там, правильно? Вот они же все время об этом говорят. Но сдавать свою гегемонию без боя в Америке не хотят. Хотя со стороны сейчас это выглядит как то, что они хватаются за соломинку. Эта пропаганда просто ни к чему. А что же Центробанк России в связи с этим? Как там наш отечественный CBDC? Как по-шитил политолог Сергей Станкевич, может быть наш цифровой рубль так же могуч, как циркон, кинжал, булава, авангард. Или, прости господи, Искандер отнюдь. В октябре прошлого года в Банк России сообщал, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля и считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос. Проработать. Только проработать. То есть Китай 7 лет работает, а мы только активно проработать. Проработать для того, чтобы своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики. Ну, такие, о чем это слова? Первый зампред ЦБРФ Ольга Старобогатова отметила тогда, что цифровая валюта центральных банков – это обязательство государства. Цифровые финансовые активы обеспечены той или иной компанией, стата, но больше рассматриваются как средство инвестирования и даже, может быть, сбережения. Еще одна цитата. Но это не расчетная единица. Цифровая валюта, говорит Старобогатова. Это не платежное средство. Иных платежных средств, кроме рубля, у нас по закону на территории России быть не может. И все иные средства относятся к денежным суррогатам, которые запрещены. Использование цифрового рубля как расчет на единице при оплате цифровых активов или при покупке – это абсолютно нормальная операция. И, конечно, она будет предусмотрена. Конец цитаты. Вот о чем сказала Скоробогатова. Говоря проще, в ЦБРФ нет команды на разработку на CBDC. Или она есть, но, может быть, она не от правительства России. А цифровой рубль, по словам Скоробогатова, это просто какая-то разновидность электронных денег, коих у нас уже есть в достатке. И не поймешь, то ли суррогат это, то ли не суррогат. И причем все запрещено еще. Еще раз напомню, что Китай работает в направлении цифрового юаня с 2014 года. А ЦБРФ пока изучает возможности. Кто мешает? Реторический вопрос. Конечно, можно снова сказать, что русские долго запрягают, но быстро ездят. Но не в случае цифровой валюты, крипты. По одной простой причине, что в этом вопросе все сводится к тому, кто является реальным владельцем интернета. А также мировой платежной инфраструктуры. Китай им не является. И это далеко не Россия. Возможно, поэтому в ЦБ нашей страны лавируют с официальными заявлениями. На самом деле скажешь, что разрабатываешь свою крипту. А американцы санкции-то прикрутят еще. А скажешь, что мы ничего не делаем, ну в мире за дураков считать будут. Неизвестно, что лучше. В общем, лучше перебздить, как всегда. И еще. Для людей, инвестирующих в криптовалюту, порой невдомек, с чем они имеют дело. И фактически в чем соучаствуют. Я сейчас о криптовалюте, а не системе расчетов. Сейчас ажиотаж подогревает растущие котировки биткоина, который уже показал, как могут рухнуть его ставки. Но ведь мышеловка, мы все об этом знаем, захлопывается. И воспоминания о ароматном сыре перестанут перекрывать здравый смысл и логику. Он просто мыши не будет. Такое в России проходили неоднократно. Если вы думаете, что криптовалюта сама смогла, ну сама по себе смогла совершенно случайно появиться в мире несколько лет назад и при этом вот так легко заявить о своих правах, то, ну это, мягко говоря, наивно. Неуправляемых процессов в нашем мире, ну просто нет. И никакой альтернативной валюте мира не позволили бы появиться и хоть как-то конкурировать с деньгами те силы, которые столетиями подминали и создавали под себя всю расставщическую кредитно-финансовую систему. Это маневр все тех же сил в сторону перехода в цифровизацию и замены бумажной валюты на цифровую. Часть плана порабочения мира, если хотите. Просто обратите внимание на заявление, ну хотя бы наших олигархов, наших банкиров, того же Грефа. Патриот России. В 2017 году он говорил, что криптовалюты это не инструмент для инвестиций, они нужны для проведения транзакций. Он рассказал, что делал покупки в биткоинах, когда цена монеты была в пределах доллара полтора. Цитата. Я тогда же делал какие-то покупки. Потом, когда он стал стоить огромные деньги, я пришел к выводу, что футболки, которые я покупал за биткоины, теперь стоят годового состояния. Часть биткоинов я потерял в кошельке вместе с кодами. Я не игрок в казино. Конец. Цитата. Прошло более трех лет. И вот в 2020 году не игрок в казино Греф объявил, что Сбер может начать эксперимент по выпуску собственной криптовалюты Сберкоин параллельно с подготовкой Центробанка к выпуску цифрового рубля. Добавить здесь нечего. Перебывается на лету и непонятно, к чему это приведет. Надеюсь, в России понимают, что криптовалюта может принести большое богатство, если повезет. Или дефолт. Третьего не дано, потому что мы не владеем интернетом. Играть в очередную рулетку-пирамиду с такими большими ставками – это опасно. Очень опасно. В ситуации, когда ничего, кроме картинки за розовыми очками, не светит, лучше не рисковать. Лучше заняться реальной экономикой. Пусть повоюют без нас. Ну, а на этом сегодня все. Подписывайтесь на «Записки горожанина». До новых встреч!